На часах начала второго начинается программа «Особое мнение» на 101.0. Меня зовут Владимир Смитальев. Еще раз добрый день. С своим особым мнением сегодня в нашей студии Юрий Шлеминзон, главный редактор и генеральный директор телеканала «РН Киров». Юрий Львович, добрый день. Добрый день. Слушайте, начало февраля уже, а мы только первый раз еще встречаемся в 2017 году. Да, вы уже так. Просто я к тому, что много тут произошло за последнее время и хочется узнать. Мне бы хотел сначала свою позицию. Пожалуйста. Если возможно, что все сказанное сегодня в эфире является моим оценочным суждением. Вы можете задавать гостю особого мнения свои вопросы. Телефонные звонки мы по традиции уже не принимаем именно в этой программе. А вот сайт наших, кирова.ру, абсолютно доступен и открыт для вас. Помните, в специальной форме вы можете задать вопрос Юрию Львовичу. На протяжении сейчас второй половины дневного разворота мы активно обсуждали, в том числе и с нашими слушателями, в очередной раз обсуждали грядущее, возможное, пока мы еще говорим, повышение пенсионного возраста в России. Как написали известие, один из вариантов развития событий следует... Все более известие всегда все знают. Ну, они опять ссылаются на компетентные источники, приближенные непосредственно к уголовству страны. Вот, и один из предлагаемых сценариев это постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63, а для мужчин с 60 до 65. Как вы оцениваете вот такой расклад? Я думаю, что экономическая ситуация, которая у нас сейчас в стране, она, конечно, последовательно приведет к такому положению, что пенсионный возраст необходимо будет поднять. Но я думаю, что это будет не скачкообразно, а все же последовательно. Надеюсь, что это будет... Экономическая ситуация, вы имеете в виду, денег нет? Ну, из этой серии, да. Денег нет на пенсионном фонде, который работает у нас. Пенсионная... будем честно говорить, что пенсионная реформа в нашей стране, она провалилась. И пенсионный фонд все время требует пополнения. И та ситуация, которая сложилась, я думаю, что она не очень резко изменится и в ближайшие годы приведет к тому, что будет последовательно увеличен пенсионный уровень. Ну, вместе с тем, надо сказать, что его средний возраст проживания у нас тоже немножко возраст. Ну, в Кировской области, да, я приводил, например, 71 год, 71 с небольшим. Ну, это у женщин. Нет, это в среднем. Средний. У женщин 77, мужчин 65-66 почти. То есть период доживания, он как бы немножко увеличен самим. Ну, многие ведь аналитики, эксперты говорят о том, что пенсионную систему в нашей стране можно кардинально менять, делать ее более понятной, более прозрачной. Да, она для многих совершенно... Там же что-то много сломит, когда вот все эти отчисления, требования и так далее. Это очень сложно. Даже не все специалисты с самого пенсионного фонда всегда понимают, что происходит. Но это одна из самых больных тем, согласитесь, для нашего общества. Конечно. Тем более у нас пожилого населения достаточно много, поэтому вопрос всегда актуален. И эти проблемы интересуют население. Давайте пройдемся по событиям, связанных с нашим городом и с нашим регионом. Буквально совсем недавно, 28 января, исполнилось полгода с момента назначения Игоря Васильева на пост временно исполняющего обязанности главы нашего региона. С нашими гостями в нашей студии мы подводим итоги работы Васильева и его команды за эти полгода. Какие очевидные достижения видите вы? И наоборот, недостижения с отрицательным знаком результатов деятельности. Я думаю, что, во-первых, полгода очень малый срок для того, чтобы проводить, на самом деле, оценку. Было понятно, что при приходе нового исполняющего будет происходить кадровое изменение. И результат этих кадровых изменений за полгода, конечно, не уникнет. Все ли правильно сделано? Время, наверное, покажет. Но сами-то кадры как, кстати, оценивали? Я не могу их еще оценивать, потому что... Тех, кто был приглашен на работу к нам все равно. Потому что еще слишком малый срок их работы. Поэтому очень сложно об этом говорить. Ну хорошо, на что вы надеетесь? О том, что некие представители новой команды стали проводить выезды в город, в районы, контролируя деятельность местных администраций, это очень хорошо. Потому что не всегда отсутствие средств на выполнение определенных действий администрации, которыми прикрывается всегда, больше отсутствие контроля в выполнении их действий. Вот показала практика, что оценки по уборке этого города ставятся очень высокие. И это, соответственно, влияет на размер платы за оказанные услуги. Если бы контролю за уборкой дорог, территорий подходили так, как должно это быть, то сумма оплат резко снижалась, там достаточно существенная разница между пятеркой и тройкой, например, а не говоря о двойке, то ссылки на отсутствие средств при должном контроле, они бы очень кардинально изменили ситуацию. Я могу вспомнить даже период, когда я был депутатом 4-го созыва. Областного законсобрания. Областного законсобрания, да. И тоже был период в январе, когда говорили о том, что в связи с недостатком средств происходит плохая уборка города. Когда мы были проверены, выделяя все средства по районам города, то оказалось, что всем районам города средства на этот период выделялись. Только в Новоярске было чисто, потому что там администрация ввела достаточно серьезный контроль. Так сумела выстроить работу. Да, работу по контролю за выполнением госзаказа. А в других районах к этому отнеслись по-другому. И была достаточно большая разница между чистотой в этом районе и в других районах. Хотя средства выделялись одинаково. И даже в некоторые районы они поступили раньше, чем в Новоярский район. Поэтому то, что нынешняя администрация осуществляет контроль, это очень хорошо. Лишь бы это было на постоянной основе, а не разовой акции. Хотя и даже разовые акции приводят к тому, что есть подвижки. Нам пообещали, что они на системной основе будут у тебя въезды проводиться. Я тоже очень надеюсь, что это будет так. Меня очень удивляет, что почему сама городская администрация не занимается этим же самым. В общем-то весна не за горами, или это не за горами. Мы сейчас видим, что уже до тротуара на Карла Либлихта, где многие жаловались сегодня, на твой чищен снег прямо до тротуаров. Хотя уже премьер-министр уехал, но работа продолжается. Теплое время года я к тому, что скоро. Вы рекомендуете и дальше областным руководителям выезжать в город, смотреть, где грязно, где какие цветы. Это хуже не будет, хотя это непрямая обязанность. Но если им время позволяет это делать, то это очень хорошо. А как Вы относитесь к тем упрекам, которые звучат в адрес областного руководства, что, мол, не их это вовсе работа, другими вещами и более основополагающими должны они заниматься? Если им хватает времени на глобальные вопросы и вопросы контроля уборки города, то это очень хорошо. Позвольте я вернуть к тому вопросу. Вы сказали, что пока еще рано оценивать результаты работы региональной власти. Но к чему бы Вы порекомендовали стремиться? Как проявлять себя? Ну, не сложно говорить за властью. Какие сферы держать на особым контроле? Ну, население в основном волнует социальные сферы, в первую очередь. Это работа по уборке города, работа общественного транспорта, работа здравоохранения. Вот эти вопросы, тепло в домах в зимний период. То есть, все, что касается социальной части обслуживания населения, это первоочередные вопросы, которые должна все же заниматься администрация. Ну, не надо забывать, что это все делается при пополнении бюджета, поэтому одно из главных направлений работы администрации – это возможность пополнения бюджета области и делать его без дефицита. Как Вы думаете, еще полгода, вернее, пройдет летом, когда уже год будет с момента назначения, будут уже конкретные вот такие точки, дела, по которым можно будет ответить? Ну, я надеюсь, что они будут. Тем более, было озвучено, что будущего кандидата в губернатор господина Васильева пишется программа. Вот, ознакомившись с этой программой, можно будет сделать выводы, на что будет наценивать. Ну, давайте упомянем об этом поподробнее, да, до перерыва. В интервью «Известия» министр внутренней информационной политики нашего региона Владимир Рубикетов заявил, что да, Васильев будет участвовать в выборах губернатора в сентябре 2017 года. Программа в стадии формирования, в экономике ставка сделана на развитие лесной отрасли, сельского хозяйства, промышленности, биотехнологий, моногородов, ну и так далее. Ну, там Вы забыли, что еще было сказано, что будет сделан упор в социальной сфере, взят на курс на реализацию президентских указов, да. Вот, я думаю, что вот в этой части население в первую очередь будет оценивать деятельность кандидата в губернатор господина. Глава региона, да. И вот наступило время небольшой паузы, сейчас мы ее сделаем, после чего продолжим разговор с Юрием Шлемензоном, это сегодня его особое мнение. Особое мнение Юрия Шлемензона, главного редактора и генерального директора телеканала «Ранкиров», напомню сегодня, вот слушается, вот сейчас меня ошарешил, Юрий Львович, в небольшом перерыве, он сказал, что с рублем у нас вот-вот что-то может опять нехорошее произойти, что-то сродни черному фронику 98-го года. И хорошее произойти, просто после длительного перерыва, который длится с 2015 года, у нас Минфин собирается производить закупку валюты. И делать он будет это ежемесячно теперь, срезать так называемые нефтегазовые доходы. Это мероприятие, понятно, что скорее всего будет воспрепятствовать укреплению рубля, которое очень невыгодно нашему правительству, но зато это будет пополнять бюджет. Какой рост цен даст, ну, это, наверное, как оценивают специалисты, я, наверное, в районе 10-13. Но рост нам тут ожидаем вполне, да? Хотя, вот есть были тенденции на прошлой неделе, когда продавались крупные лоты валюты, и это, наоборот, уронило курс валюты. Валюты, да. Поэтому, впрямую сказать, что девальвация, ну, не девальвация, а снижение курса рубля произойдет, нельзя, но вероятность его достаточно высока, потому что высокий курс рубля не выгоден нашему Минфину. Ну, это, в общем-то, понятно. Скорее всего, для пополнения достаточно израсходовавшихся золотовалютных запасов нашей страны, эти интервенции будут проходить на систематической основе. Хотя, надо отметить, что все же стоимость нефти больше влияет на курс рубля, чем интервенции нашего центробанка. Ну, какой вывод ты сделаешь для нас, как для простых жителей, покупателей, потребителей? Наша покупательская способность, она увеличиваться не будет в ближайшем. Она увеличиваться не будет, и некая инфляция увеличится, наверное, в связи с покупками валюты за Крамородину. А, кстати, вы верите в этот официальный уровень инфляции за 2016 год? От 5 до 6 процентов? Ну, я очень сомневаюсь, в чем в нашей статистике. И она не вызывает у меня большого доверия, так скажем. Давайте теперь поговорим о городских делах. Вы прекрасно знаете, что уже на протяжении последних месяцев слухи активные ходят о том, что в городе может с ним не созвать. Например, вятский наблюдатель на днях сообщил о том, что городадминистрацию может возглавить Илья Шульгин, который сейчас трудится исполняющим обязанности министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства нашего региона. Приехал он к нам по приглашению Игоря Васильева из Татстана. На ваш взгляд, эти слухи имеют под собой почву обоснованную? Я думаю, что это вполне может произойти, потому что мы вошли в предвыборный год. Способности Александра Перескокова неизвестны. Нынешнего главы администрации. Да, как одного из лучших специалистов в этой сфере. И поэтому я думаю, что если губернатор привлечет его в правительство области... А, то есть вы считаете, что Александр Викторович не исчезнет из поля зрения, а вполне возможно, что в региональной власти... Да, то это, я думаю, очень верный шаг со стороны исполняющего обязанности губернатора. А то, что в город придет специалист, который все же знает, что такое хозяйство, из чего я делаю вывод, он все же работал техническим директором одного из предприятий химической промышленности. То есть он... А быть техническим директором просто так невозможно, в отличие от других должностей, которые занимают люди, управленцы, да? Там надо знать все досконально, да? Да, иначе не получается. Нельзя быть уже таким специалистом особо широкого профиля. Поэтому для управления городом в той части, это ведь не политика, а все же управление, хозяйство, я думаю, что это не худший вариант, наверное. А поясните, пожалуйста, простым языком, а в чем выгода-то для региональной власти вот иметь своего человека во власти областного центра? Я нигде не понял вашего вопроса. Ну, когда из регионального правительства человек приходит на должность главы администрации города Кирова, что укрепление связи, это большая подконтрольность, новый уровень взаимодействия. Я думаю, что это просто новый уровень взаимодействия, и если человек компетентен в ведении городского хозяйства, то ли он местный, то ли он не местный, значения никакого, по большому счету, не имеет. Если у него есть такие навыки, и это принесет пользу городу, то в этом ничего плохого нет. А среди местных-то вы видите управленцев такого уровня, способных возглавить? Наверное, они и есть, но это... Но не нам их, так сказать, ставить на должность. Не нам их выбирать. Хорошо. Событие, о котором мы сегодня уже упомянули немножко, это недавний приезд, официальный визит, вернее, Дмитрия Медведева, главы российского правительства. Было посовещение проведено по поводу оборонного промышленного комплекса, на киевском машинном соединении предприятия побывал Медведев. Ну да, там очень серьезная... В чем значение данного события для нашего региона, на Ваш взгляд, приездный визит? Ну, один ответ я услышал, когда задавал кто-то из рабочих или мастеров завода, о том, что вот я хочу взять ипотеку, и возможно ли это сделать будет, и когда... Работник сказал, с женой мы обсуждаем, и нам бы хотелось бы... Да. И когда Дмитрий Медведев подтвердил о том, что перспективы развития оборонного комплекса очень высокие, то это внесло уверенность в то, что предприятия нашего комплекса в Кирове, и не только Алмаз, Антей, и другие предприятия получают государственные заказы, что позволит не сокращать рабочие места на предприятиях, а может быть и даже наращивать. Ну и, во-первых, это будет рост налоговой базы области, города. Поэтому в этом только все хорошее, никаких отрицательных факторов и мотивов в этом посещении нет, конечно. А вы не чувствуете... Открывательные перспективы для развития предприятия нашего оборонного комплекса. Не чувствуете некую обделенность других сфер, потому что заранее можно, в принципе, предположить и угадать на 100% практически. Если там высокопоставленное лицо федерального уровня едет к нам, то обязательно будет обсуждаться, например, оборонка, да, потому что это оборонный заказ. Ну, во-первых, там были же ведь... Тот, кто сопровождал Дмитрия Медведева, это были и Мантура, и Суванова, Максим Орешкин присутствовал, все руководители крупных государственных корпораций, Росатом, Роскосмос, Ростех. Поэтому это совещание показало еще по тем репортажам, которые я видел на центральных каналах, что красивая картинка была, она очень была хорошо, качественно сделана, и о том, что состояние оборонки нашей страны на достаточно высоком уровне. Думаю, что это была одна из целей этой поездки. А освещение данного мероприятия вас, как работника, не ездило на большое количество журналистов, картинка, высказывание, да? Ну, все сделано по закону, ганра было. Журналисты-ранкиров тоже ведь присутствовали, снимали, да? Как они оценивают? Ну, это обычные такие мероприятия, как они в таком формате всегда и проводились, ничего другого от этого не следовало ожидать. Ну, так как это еще было связано с оборонным комплексом страны, понятно, что ту информацию, которая проходила на закрытом совещании, журналисты не могли получить и не получат. Да, некоторые корреспонденты высказывали некие претензии к тому, что не пустили их близко, что они стояли на экране, следили за происходящим. Ну, это происходит везде и всегда при таких встречах. Это просто журналисты с этим не сталкивались никогда, поэтому у них такое видение и мнение об этих мероприятиях. Кто чаще бывает о таких мероприятиях, он понимает, что в другом формате они просто не происходят. Скорее, это требования службы безопасности, соответственно, да? Ну, да, конечно. Первых лиц государства, которые ставят именно такие условия. Понятно. Ну, что, года два-три там больше не будет приезда? Не видеть оснований первых лиц государства? Ну, не знаю. Может, и будут. Владимир Владимирович, почему-то не заглядет. Может, Владимир Владимирович может посетить, да, вполне это может произойти, мне кажется. Давайте до небольшой рекламы еще затронем тему авиакомпании «Победа». Вы следили, да, как отношения развивались? Как раз наша коллега Анна Лапшина побывала на днях вечерком. У аэропорта в Победилово на всех парковках было всего четыре машины, говорит Анна. Вернее, написала она у себя на странице в Фейсбуке. Две из них уехали через 15 минут. Уже не припомню, когда такое было. Ну, да. Уже о неком запустении речь идет, да? Ну, да, потому что перестроиться на другие ценовые характеристики полетов не так быстро это все происходит. Насколько вы активно летали? Летали «Победа»? Я летал, да, я, правда, в последние годы как-то меньше пользовался, ну, лет бывал в Москве. Но когда я в Москву, я пытаюсь всегда самолетом. Мне это удобнее, комфортнее. Потому что пивание в поезде как-то мне не очень нравится. Я давно пытаюсь всегда пользоваться самолетом, да. Ну, вот, в той ситуации, которая произошла, давно лежало, в высказывании одного известного профессора, азуанного фамилия, вот, что он говорит, что стоит помнить о простой закономерности. Преодолев свою недоговоровоспособность, разговаривая друг с другом без камства и потасовок, мы создаем почву для взаимного доверия. Из доверия рождаются коллективные действия. Коллективные действия рождают связи между различными группами, что не только создают общественные блага, но и способствуют росту экономики. Договороспособность – не проявление слабости, а форму, по которой живут наиболее успешные страны. А кто этот успешный? Ну, это общая фраза его. Я думаю, что все же можно договориться и с Победой, и я думаю, что администрация области предложит свое усилие. Вы имеете в виду два субъекта – правительство региональное, и, собственно, сама авиакомпания Лоук. Да, конечно, потому что во главу угла стоит экономический вопрос, и если договариваться, то можно все вопросы такого плана решить. Но ведь это неоспоримо, что Победа обеспечивала серьезный прирост пассажиропотока? Нет, это же невозможно. Конечно, это… По итогам 16-го года достигло 200 тысяч почти. Потому что когда я летал, я видел, что загрузка была высочайшая. Одно, максимум два места было свободно, остальные все, собственно, были заняты. Как, на Ваше взгляд, правительство нашего региона должно вести себя? Оно должно напрямую… Оно должно быть договороспособным. А оно должно идти на уступки? Насколько великие могут быть уступки? Мы же слышали о 50-процентной скидке. Ну, это все… Много было об этом голословных вещей, как мне кажется. И всегда можно найти компромисс. Да, понятно, что Победа, как предприятие коммерческое, должно получать свои доходы. Но у нас любят и перегибать палку. Не надо ее с двух сторон просто перегибать, идти в отрыв. Я думаю, что надо договариваться, находить компромисс и решать проблему. Тем более, не так малое количество населения в области, которое за Геррессоном в этот полет. Ну, как известно, в этом году Победилов рассчитывает на получение 90 миллионов рублей из областного бюджета. А если по факту там начнут летать тысячи, две тысячи человек? Да пусть 10, 20. Это как-то оправдано? При таких деньгах и при таком снижении пассажиропотока? Затраты на содержание еще возрастут. Что очень нехорошо. У нас сейчас будет реклама. Мы скоро продолжим. Это особое мнение Юрия Шлемензона. Вернемся через полторы минуты. Сегодня вы слушаете особое мнение Юрия Шлемензона, главного редактора и генерального директора телеканала Ренкиров. Мы продолжаем. Юрий Львович, продолжается, как известно, действие запрета на продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей. Вы помните, да? С чего ситуация разгорелась? С ужаснейшей трагедией в Иркутске. Более ста человек, по-моему, погибли. Нет, 70 с лишним. Но вот, если многие не знают, то среди них, так называют, бомжи, были единицы национальные. То есть это люди вполне приличные. Ну, наверное, да. Но которые не могут себе позволить. Нормальный образ жизни. Да, но не могут себе позволить. А что там речь? О средстве для ванн, в котором оказался метанол. Ну, вот смотрите, да? 26 декабря на месяц Роспотребнадзор запретил, собственно, торговать этими вещами. В конце января еще на два месяца продлен запрет. И мы ежедневно получаем в Кировской области сводки от полиции. Столько-то изъято этих самых фуфориков. Столько-то. Ну, что раньше, что? Нельзя было? Нет, до этого вопроса, между прочим, занимались... И каковы дальнейшие действия сейчас должны быть нарушены? ...самнимались давно. Вот и, опять же, вернусь, это не очень хорошо в деятельности, когда я был депутатом и занимался как раз вот в части продажи этих спиртосодержащих жидкостей, вот было тогда обнаружено мной, что Почта России в своих отделениях продавала в месяц 60 тысяч фуфыриков. Но после того, когда губернатор повстречался с руководителем почты и аргументировал необходимость прекращения этой продажи, она совершилась. Потому что Почта России все же не должна была заниматься такой торговлей. Ну, мы же прекрасно понимаем, что чем будет выше рост цены на алкоголь, сейчас же идет, так называемая, война между Минфином и Минэкономразвитие. Минфин говорит о том, что надо поднять минимальную различную цену, а Минэкономразвитие говорит о том, что ее надо опустить. И мы понимаем, что чем выше цена роста минимальной цены, тем больше контрафакта поступает. продажу, это статистика показывает, да, идет рост отравлений или суррогатами, или некачественным алкоголем. То есть, чем ниже доступность населения к алкоголю, который все же не перестает, да, но снижается, может, потребление в неком виде, но снижается она в результате того, что потребляется некачественный продукт или низкого качества. вот та же самая ситуация, она просто не так ярко выражена. Она, между прочим, происходит с сигаретами. Об этом не так много говорят и пишут, потому что наяву смертных случаев разового порядка они происходят, конечно, от сигарет. Но о том, что доля контрафакта за 16-й год очень выросла в связи с ростом акцесса на сигареты, она очень выросла. И доля легальных сигарет неконтрафактных снижается. Откуда к нам табачный контрафакт идет? Ну, за границей, наверное, а может и здесь производится. Может производится, то есть табак ввозится, а производится здесь. А Минпромторг говорит, продолжаем, о том, что надо снижать, да, минимальную стоимость водки. Да, алкоголь. Там специалисты Минпромторга надеются на то, что если будет дешевле, то они хоть это будут пить, но это будет, но это качественно. Да, ну, по крайней мере, это не будет приводить к таким массовым отравлениям. Вообще, эта тема, вот, то, что произошло в Иркутске, да, есть там конспирологические версии о том, что это влияние больших сетей, да, могло привести к такому факту. Потому что самим производителям этих, так называемых, уфериков, ну, очень было невыгодно подрывать свою базу, продавая метанол. Ну, заменяя, там, метиловый и технический спирт на метанол. То есть там в этих действиях, на самом деле, больше вопросов, чем ответов, но то, что каждый рост стоимости алкоголя, который повышает количество смертных случаев в нашей стране от некачественного или контрафактного алкоголя, это показывает не только территорию Кировской области и Минсейства. Ну, так все-таки, что же делать-то в итоге с вот этими, фуфыриками-то этими флакончиками, в конце марта истечет действие запрета распотребнадзора, дальше что? Умные люди в правительстве страны, они примут решение. Вы уверены, что у вас есть какие-то мысли по этому поводу? Нет, я знаю, что умных людей, они, наверное, примут решение. Мы же читаем и слышим о том, что, наверное, что-то не слишком в порядке в этой сфере. Наверное, кто-то заинтересован из высокопространенных лиц. Вот в таком существовании дел. Я не могу утверждать, потому что у меня нет фактов, но то, что мы, люди, придумают решение этой проблемы, я надеюсь. Хорошо. Остается не так много времени. Шесть дней у нас в городе действует новая стоимость проезда в общественном транспорте. Ну, ежегодно это у нас происходит, и ежегодно взрыв возмущения народного такой случается. Ну, он обоснован, потому что... Или вы не видите тут никакой проблемы? Ну, можно сбалансировать то уже? Проблема есть, конечно, если бы население видело, что качество обслуживания, благодаря тому, что поднимаются тарифы, растет, что чадящие, до безобразия чадящие автобусы исчезают с улиц города, что достаточно серьезно влияется уже на экологию, тем более в год экологии, который у нас в этом году, да, то, наверное, такого возмущения бы не было. Потому что качество обслуживания желает лучшего, и если мы вспомним выступление альтернативных перевозчиков в предыдущие годы, которые называли совершенно другую стоимость проезда, намного ниже, чем которое предлагается сейчас, но это не всегда говорит о том, чтобы качество обслуживания было хорошее. Мы знаем, когда выигрывают государственные тендеры, цена падает в 6-10 раз, а в результате мы или вообще ничего не получаем, или получаем очень некачественный продукт, это тоже есть. Но любое повышение цены должно быть обосновано не только инфляцией, которая существует в нашей стране, но она должна приводить к тому, чтобы качество обслуживания все же росло. А автобусы, которые мы видим, не все, конечно, на улицах города, которые там с рыжими пятнами, с краской ободранной, с чадящей, которые не должны пройти ни одну экспертизу, на самом деле, если будет их осмотр настоящий, они ни под какой евро, ни три, ни четыре, ни пять близко не подходят. Есть специалисты, которые работают давно в этой сфере перевозок, общественного транспорта, они считают, что нужно эту сферу сделать максимально открытой и доступной для всех желающих. То есть конкуренцию нужно повышать. Это всегда фактор. Чем выше конкуренция, тем лучше получается качество товара, который потребляем мы вместе с вами. Но пока мы предпосылок не видим к улучшению ситуации в этом отношении. В день приезда, кстати, Медведева в наш город 31 января произошел ужасный случай. Знаете, он меня очень впечатлил. На улице Лепси, 61 автобус, насмерть убил 56-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу со своим трехлетним внуком. Почему впечатлил? Потому что у меня ребенок в таком возрасте находится в возрасте женщины, в возрасте моей мамы. То есть мне страшно представить, а что бы было, если по нам, например, на руках несла своего внука. Видео, да, вы смотрели этого случая. Но там же наявово нарушение, когда по левому ряду совершают обгон на пешеходном переходе автобус, и вот это приводит к столкновению. Рано или поздно это давно было произойти? Да, когда на пешеходном переходе девушек сбегают, при повороте не пропустив пешеходов на зебре. Культура наших водителей желает... Нет, я имею в виду водителей общественного транспорта. Вы же путешествуете активно по дорогам. Вы видите, как они себя ведут? Общественный транспорт. Они ведут себя... Это постоянный этот левый ряд, а потом подъезд к остановке каким-то образом нужно им совершить. Да, и еще бывает, что высаживают часто пассажиров не на остановке, а вот там, где они остановились, чтобы обогнать очередной конкурирующий автобус. Тоже есть такое. Каким образом провести, навести порядок-то можно? Я полагаю, что после этого трагичного случая там работа будет проведена, но этого недостаточно, наверное. Если бы администрация города контролировала выполнение госзаказов в тех рамках, в которых он составлен, то многих этих бы прецедентов не было. И не только, что касается общественного транспорта, да, вы имеете в виду? Я про общественный транспорт, мы сейчас с вами говорим. Что контроль не только, когда диспетчерская, то есть эти промежутки, чтобы соблюдались там много, за чего еще записано. Поэтому еще раз повторяю, что контроль за выполнением госзаказов должно стать в углового угла действия администрации города. Буквально пару минут до завершения вашего особого мнения. Тема еще одна такая, о происходящем не только в нашем городе, но и повсеместно по стране. Я веду речь об уничтожении так называемых санкционных продуктов. Есть такая большая группа сфотографа. Вот смотрите, Юрий Львович, я поясню, активный пользователь сети Facebook. Если вы зарегистрированы там, вы найдите страничку Юрия Львовича и посмотрите, что он выкладывает у себя. Какие кулинарные шедевры он готовит своими руками. А тут вот такое уничтожение продуктов, вполне себе съедобных, красивых. Ну документов на них нет. И установка уничтожает. На прошлом деле у нас... Это кто-то должен на себя взять основания. Взять анализы, насколько это... Но это будет нарушение закона в Российской Федерации. В законе сказано, что вся контрафактная продукция должна принадлежать уничтожению. Но вы за закон или за здравый смысл? Я, конечно, за здравый смысл. За здравый смысл. Да. Но это и есть закон, который выполняется. Хотя мы понимаем, что у нас достаточно немало людей, которые бы с удовольствием приняли эти продукты и воспользовались. Это была инициатива коммунистов еще в прошлом или в позапрошлом году. Давайте неимущим раздавать. Да, она была не только от них. Она была вообще просто от здравомыслящих людей. Если уж так говорить. Но сложение у нее сложилось так, что выполняется закон. Мы видим, когда тракторы ездят, гусей давят или еще чего-нибудь происходит. По мне это глупость, конечно. А Роспотребнадзор, его инициатива как вам? Наказывать россиян за хранение и ввоз запрещенной в России еды. Прям как наркотики. Не, ну, во-первых, это фейк, Володя. Фейк? Конечно, фейк. Можно не обращать внимания на это. Я вообще самое смешное, я еще вчера смотрю программу, которая была, то ли Москва, 24, кажется, да, телеканал, где рассказывается страх Божий о том, что ХАМОН, вот, увидели на прилавках, и какое нарушение. На самом деле, тот, кто читал документы, касающиеся введения санкций, знает, что в перечне 16.02 никакого ХАМОНа нет. И он продается с первого дня введения санкций по сегодняшний день. Он есть в продаже, на самом деле, в магазинах города Кирова. Продается он совершенно на законных основаниях. Единственное, что у него цена не очень доступная, и не всем он нужен, да. Но на самом деле, это продукт, который меня очень удивляет, когда даже там на уровне федеральных СМИ рассказывают о том, что вот мы увидели на прилавках ХАМОН. ХАМОН не запрещен даже из стран, на которых касается правила санкционной продажи сельхозпродукции. Но мне как-то все-таки больше обидно не за ХАМОН, а за... За сыр, да. А за польские яблочки, помидорки. Ну да, конечно. Ведь мы совсем недавно ведь дружили, все это ели, да. Да, это нехорошо тогда, когда есть немалое количество людей, которые не могут по определенным экономическим ситуациям потреблять продукты, а мы их просто укатываем. Все, нам пора завершать программу «Особое мнение». Благодарю Юрия Шлемензона, главного редактора и генерального директора телеканала «Ренкиров». Будут новости, будем встречаться еще. Спасибо, до свидания.